Друзья, сегодня мы не будем говорить длинные вещи. Сегодня у нас действительно такая праздничная рабочая встреча, связанная с тем, что мы друг друга увидели в новом сезоне. Поэтому я хотел бы сейчас предоставить слово главному тренеру нашей команды Муханов, Муханов Дарья Васильев. Все мы его помним. А в те времена, когда он вступал у нас за клуб футболистов, забивал практически больше всех. Я думаю, что под его руководством вот эти ребята, которые находятся здесь, забьют еще больше. Здравствуйте, уважаемые параллельщики. Евгений Михайлович практически уже все сказал. Основное. Воронеж – город менее чужой. С ним связаны самые приятные воспоминания. Это и решение задач, которые перед нами стояли, повышая команду уровнем выше. Ну и думаю, что тот период болельщики не забыли, так как в то время была очень самобытная, интересная команда, уплодающая, имеющая в своем составе достаточно много очень сильных, индивидуальных сильных игроков, но которые подчинили все свое мастерство интересов команды. Тот период игрока был как бы очень приятным, и воспоминания, в общем-то, до сих пор остались. Сейчас хочется, чтобы уже в другой роли, в роли главного тренера, те успехи, которые были в пытности игроком, продолжились. Поэтому я очень надеюсь на то, что все воронежские болельщики помнят о том, значит, в периоде времени, когда в городе был очень красивый футбол, поддерживали нас в этом году, мы будем стремиться именно к такому футболу. Очень надеюсь, что наш полетчик будет двенадцатым игроком нашей команды. Друзья, позвольте представить игроков футболного клуба «Паркал Воронеж». Итак, дорогие друзья, братан Федор Яченко. Игроков, он 31, 25 лет. Ведущий клуб «Симирь» Новосибирск. Это третье наступление юнорка «Саворова-Симбайка». Братан Александр Саутин. Игроков номер один. 25 лет. Последний клуб «Паркал Вороков-Успас» «Новый Кузнец». Защитник Алексей Ревякин. Игроков номер 25. Игроков номер 25. Игроков номер 25. Последний клуб «Уралов-Смирновская область». Защитник Владислав Каташенко. Игроков номер 25. Игроков номер 20 лет. Последний клуб «Химки». Полузащитник Юрий Дубровин. Игроков номер 5. 28 лет. Последний клуб «Тюмень» — след АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Полузащитник Анатолий Нежелев. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Игровой номер 17 20 корпет Последний год корпетов АСПА Полузащитник Игорь Фатеев Игровой номер 21 22 Представитель Пакела Просто 18 Нападающий Ильнур Альшин Игровой номер 10 19 лет Последний клуб Спартак-Москва Нападающий Ильнур Александр Альтипенко Игровой номер 20 31 Последний клуб Волгарий Астрахань Нападающий Иван Шпаков Игровой номер 14 27 лет Последний клуб Волгарий Астрахань Игровой номер 14 18 18 лет Один из многих Представитель Пакела Красного первого сезона Эти два игрока Умер из команды Дубль и Белиз На Дубль и Белиз Каврая Шмоноземля Дорогие друзья Я хочу представить с удовольствием Тренерский штаб Команды Пакела И попрошу Илья Михайловича Севергина Вручить клубные шарфы Главный тренер команды Владимир Владимирович Буханов Тренер Александр Константинович Беликов Тренер Владимир Юрьевич Семенов Тренер Воронарей Алексей Павлович Брутников Врач команды Валерий Петрович Скаченко Массажист команды Олег Александрович Кисатов Массажист команды Алексей Музалевский Дорогие друзья Я попрошу главного тренера команды Павел Владимир Владимирович Буханов Вручить клубный шарф Президенту команды Евгений Михайлович Семенов А вашу полную область Дорогие друзья Прежде чем перейти к вопросам И формальной части нашей встречи Я хочу с удовольствием сказать Что 14 14 болельщиков Зрителей Команды Пакер Не пропустили ни одной игры С участием воронежской команды Ни домашней, ни выездной Как в чемпионате, так и в розыгрыше Кубка России Поэтому я Прошу этих героев 14 человек Подняться на сцену Как их называют Наши злой дикий Попробные аплодисменты Я попрошу Вене Михайлович и Владимир Владимирович Попробные аплодисменты Попробные аплодисменты Уважаемые аплодисменты Уважаемые аплодисменты И кто из вас не хочет сказать Несколько слов Своей любимой командой Воспользующих случая В микрофон Вообще, конечно, хочется поблагодарить Команду Хотя бы они Бывало то, что Не бросали все Последний момент Некоторые игры Они вытаскивали Боролись Подарили нам Последнюю игру Конечно, красивую Ну и, конечно, хочется Пожелать тренерскому составу Новым игрокам Чтобы они не теряли запала С первых игр Чтобы они до конца Радули свою миссию Которую они пришли здесь выполнять То есть, радули нас победами И также Не отступали от команды От эмблемы Так же, как и мы На протяжении уже многих лет Ну и Удачи всем Спасибо На самом деле Хочу всем сказать Гоняйте на выезда Это очень интересно Не пропускайте игры Не смотря на возраст Так получилось, что Я больше 20 лет уже езжу за факел Но Так Золотой сон случился Только вот сейчас На старости Вот Ничего сложного в этом нет На самом деле Просто не надо задаваться вопросом Зачем ты едешь Просто ехать и все Подходит календарный день И выезжать Все будет нормально Здесь я уверен Очень многие идут на выезда Поэтому все это прекрасно понимают И пару слов Хотелось бы сказать игрока Ребят Пожалуйста Поменьше высокомерности Потому что Мы такие же простые люди Мы зарабатываем Раз 10 поменьше, чем вы Тогда Какой же вам нравится Хочется взять автобус Сфотографироваться Либо просто поздороваться И спросить какой-то вопрос Не отказывайте Ну что же Еще раз атллисменты Нашим золотомникам Самым летом Спасибо вам большое Субтитры 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 А не ограничивались В единичном случае Как сегодня Вопрос Владимиру Васильевичу Муханову Насколько условия Вашей нынешней работы В клубе Отличаются от тех Которые Были у вас Когда вы работали В Казахстане Имеются ввиду Организационные условия Финансовые условия И чему следует Делить внимание Сейчас Ну если вас интересуют Финансовые страны То конечно Здесь пока Не соизмеримо Мы во второй лиге Там все-таки Казахстан Но большая лига Что касается условий То клуб Создал прекрасные условия Для команды Я имею ввиду И сборы провели В Раменском На базе Сатурн Где есть буквально все И поля И восстановительный центр И зал Для просмотров То есть Условия Очень на хорошем уровне Они может быть Даже превосходят Те Которые были в Казахстане Как вы оцениваете Инкреклимат в команде Нам нужна Дружная команда Я с вами согласен И приоритет Своей работе Всегда строит Того Чтобы прежде всего Создать Обстановку Которая Позволяет Говорить Играть Раскованно И Боец Китерсклон В команде Поэтому мы Именно с этого Начинаем Сейчас С твоей точки зрения Оценить пока Это сложно Слишком маленький Промежиток времени Прошел Но Все то что от меня Будет зависеть Я уже футболистам Говорил С моей стороны Будут все созданы Условия Для того чтобы Они работали Спокойно Творчески И ответственно Вопрос в том Что в интернете Все пишут Что у нас Задача Какая-то Выйти В ПНЛ Как вы считаете Кому значимый сезон Мы пришли все сюда Для того чтобы Выполнить эту задачу Другой вопрос Чтобы все понимают Что это В общем-то Достаточно Можорная ситуация Она коснула Все клубы России В второй лиге Наверное И в большей степени Перерыв Месячный Значит Между Чемпионатами Очень маленький Если Премьера лига Жалуется Что там Многие не готовы То про нас Говорить Вообще Не стоит То есть Команда Собрана с нуля И Значит Именно Ответственность Считаю Думчивое отношение К делу Всех вместе Всех Буквально От тренинского штаба До игроков Позволит Как можно Более Незаменным Сделать Все Те моменты Которые Невозможно Было доработать В этот Срок В этот Срок Но я надеюсь Что мы все вместе Может быть Не все сразу Отдельными Отресками Игрового времени Будем показывать Тот футбол Который В общем-то Любит И не забывать При этом О очках Которые Нам нужны Как воздух Чтобы Начать И дала Выход В НМ Добрый день Да Здравствуйте Валентин Я вас помню Еще игроком Если будет Тот же тотальный Футбол Мы выйдем Ничего я Игрового Я Я Различный матч Автограф Ваш принесу Вы Шардегин Я всех помню Да Хороший прием Да Я думаю Если мы будем Выграть тот же Тотальный Футбол Мы выйдем А сыгранность Она придет Еще игр 10-12 И мы сыграем Надеюсь на это Спасибо Вам спасибо Вот скажем У нас Ну состав Скажем Более-менее Ну возрастной Да Что нас в будущем ждет Опять вот Падение ждет Или как Мы согласны С вами Да Большие задачи В общем-то Без опытных игроков Режать нельзя Но вот посмотрите У нас Сколько молодых Вы крутые Сколько Вот этот парень Вопрос задал Почему некоторые Футболисты Уходят Не глядя Скажем На болельщика Ну когда выиграют Они все вот так А когда немножко Как Спартак там был Они конечно Тут вот так Ну что Мне кстати Тоже интересно Нет Я просто Мы проведем Определенную работу Вы поймите Все на свете Объект невозможно И конечно Поговорим Мы с игроками На цель Вне зависимости От того Выиграл Или проиграл Обязан Подблагодарить Своих болельщиков И надеюсь Что С этой стороны Нам претензий Больше не будет Болельщик у нас Отменный Да Как конечно Всегда вот так И Все доброе Болельщик у нас Просто Исключительно Насколько я помню На руках Носили Правда Были такие моменты Когда Там у меня автобус Переверну Несколько удача Добрый день Меня зовут Алексей Вот у меня есть Такой вопрос Крови Люнид Фоллигом Ну встань Куда посмотрю На тебя Я тебя только По телевизору Видел Вживую Никак А вы Говорите Что у нас СССР Пожилые А вот Пожалуйста Ты же Насколько я знаю Из СССР Пришел Вот где лучший Там или здесь Поинтересоваться У вас Приведя СССР Сразу Выкачили Топ Клуб ЦСКА Факел Пока что Команда Делает Во втором дивизионе Но я думаю Все победы Ждут еще Клуб В будущем И команда Задачу Уконить Выгра В свое время Кстати Факел Обыграл ЦСКА 13 лет назад Спасибо Я бы хотел Для начала Обратиться К футболистам Команды Ко всем Зона Центр Она Не самый Престижный Турнир Но В ней Очень много Принципиальных Соперников Для Факела И Очень часто К сожалению Болельщикам Не нравилось Отношение Футболистов К игре В матчах Именно с Принципиальными Соперниками Тула Сейчас поднялась Наверх Но остались Еще Авангард Морский Остался Орел Липецк Осталось Очень много Команд Победа Над которыми Важна Не только Как три очка Но и Как Принципиальная Действительно Поэтому Большая Просьба Особое Внимание Обратить Именно на Такие Манчи Побеждать Конечно Надо Всегда Вопрос У меня К Евгению Михайловичу Семергию Ну Евгений Михайлович Очень Много Сменилось Роководителей У клуба И все Примерно Говорили Одни и те же Вещи О том Что нужно Стремиться Выше Нужно Отдавать Предпочтение Воронежским Мирокам Скажите Пожалуйста Вот вы Чем Принципиально Отличаетесь От ваших Причастливых Не лучше Не хуже Чем Вы отличаетесь Ну Ну Роберт Рост Если По Виде Если Взять Мою Профессиональную Деятельность Там Где Я Проходил Всю Свою Сознательную Жизнь То Наверное Отличаемся От всех Потому Что Ну На мой взгляд Обязательности Во-первых И И Те Обязательства Которые Брал Перед Клубом К сожалению Да нет Здесь Хотели Здесь Подтвердить Что В принципе Все Я обещал Все Для команды Поэтому Говорить о том Что Люди приходят И говорят Одно и то же А что Мне сказать Сказать Нет Ребята Я не ставлю задачей Конечно Я ставлю Конечно Я делаю Всевозможное Зависящее От меня Для того Чтобы создать Те условия Которых Сегодня Спрашиваем Про ЦСКА Спрашивали Какие условия Спрашивали У Ваня Васильевич Какие условия Зарстания Здесь Понятно Что Сегодня С учетом Того Что Многое Упущено И упущено Достаточно Большой Примежуток Времени Примерно Где-то Лет 13 Лет 12 Упущено Поэтому Ломать Сюда Просто Создавать Славать Поэтому Судя По тому Что Сегодня Происходит На мой Сгляд Да Прошлый Сезон Такой Рваный Непонятный А сегодня С учетом Того Что И те люди Которые сидят Сегодня Перед вами Ну Мне кажется Что Все Что я говорил Начинает Потихонечку Воплощаться И я думаю Что С учетом Опять Практически Со всеми На два Года Оно На мой Вгляд Довно Говорит Слава За себя И о том Что мы Движемся Правильно Правильно В управлении И той Цели Которую Перед собой Ставим А цель Сегодня К сожалению У нас Малая Вот я Где-то Прочитал Что Они лучше Лепоти По пути Тулы Взять Совсем Молодых Футболистов Года Три Готовить Ну Где лучше Не знаю Но Наш Футболельщик Уже Устал И Правильно Говорить Приходили Обещали Не получалось Менялось И все Остальное Поэтому Давайте Все вместе Придем К той Цели Которой Настанет Спасибо Добрый день Меня Антон зовут Хотел бы Развить Вот Предыдущий Вопрос Вопрос Собственно К тренерскому Штабу И к президенту К вам Есть ли сейчас Долгосрочная Стратегия Развития Клуба За последние Три года Мы уже Много разных Лиц Увидели Разные Были Результаты Вот Есть ли Понимание Какие цели Ставит Перед собой Клуб На ближайшие Три года Наверное Я Отвечу На самом деле Действительно Такая стратегия Существует И Вы прекрасно Понимаете И можете Вспомнить О тех Стратегии Которые Там пытались Говорить И то Что сегодня Делается С приходом Нынешнего Гобератора Алексея Васильевича Все перевернулось В порте Воронежской области В том что И отношения К факту Поэтому Сегодня Есть Определенная Стратегия Я могу Сказать Что Выполним Задачу ВНР Мы Естественно Не будем Ставить Задачу Вашевиста Мы И Алексей Васильевич Очень хотели Чтобы у нас Была Крепкая Команда Постоянная И иногда Нарварь Замагнут Поэтому Сегодня Ставится Задача ВНР И Вара Лет ВНР Для того Чтобы Закрепить Чтобы Появилась Игра На Которую Мы хотим Ходить с вами А дальше Уже Конечно Рокея Будет Выходить Вопрос К Игорю Падееву Первый вопрос Сложно ли было Закрепиться В новом Основном Составе Потому что Сменился коллектив Сменился руководство И в чем Принципиальное Отличие Работы При нынешнем Руководстве По отношению К работе При прошлом Руководстве Ну Я не хочу Сравнив Прошлого Руководства Нынешнее Это Совсем Разное Специфика Футбола Разное Ну А по поводу Закрепиться Наверное Любой Коменды Сложно Закрепиться Давай Здравствуйте Меня зовут Дмитрий Вопрос К президенту Клуба У меня К вам такой вопрос Достаточно Бюджета Для выхода ФНЛ И не будет ли Проблемы с деньгами Для полу Выплатом Нет Второй вопрос Касаемо Задач Вы уже Обозначили Что Задача На этот сезон Выход ФНЛ С первого места Будут ли Какие-нибудь Задачи По кубку По кубку Но я думаю Что в любом случае Кубковые матчи Они Во-первых Особны А во-вторых На мой взгляд И мне кажется Главное тренер Поддержит Меня В том Что Кабля игра Способна Сегодня Сыгранности Нашего Наших футболистов И Естественно Кубковые встречи Они Как любые Другие встречи И на первенстве Они будут ставиться С одной целью Выиграть Кабля Как получится Я понимаю Хочется привезти Сюда На стадион Кубки Вернии Хочется Более Которые Стремитесь Следующий вопрос Владимир Мухамманов Очень конечно Приятно И замечательно Слово Приехали Все Варвардинские Боливщики Просто Наверное Благодарят Бога За то Что Вы У нас Здесь Есть 10 лет Как минимум Мы Тренера Вашего Рамбы Не видели Вопрос К вам Скажите Какие обстоятельства Могут вас Как надолго Ли вы приехали Воронеж Сказать Что навсегда Это трудно А вообще Наверное Очень серьезно Евгений Михайлович Сказал Что Перспектива Команды В планах Есть И Премьер Лига Так вот Моя Задача Вместе С командой Расти Попасть Туда Тогда Немного Необычный Вопрос Какие обстоятельства Могут Заставить Вас Покинуть Факел И Воронеж Не хочется Оно Думать Даже Спасибо 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 вам И вопрос Константину Крымингу Как вы Надолго Воронеж И Насколько я знаю У вас Трои детей Да Да Трои детей Но Если мы Попадем Вместе с вами Прибили Лигу Четвертого Сделайте Ну Мы же Планируем Дома Поставаться И ходили Думать Дальше По поводу Детей А так Планирующий Воронеж Сил очень много Это мой родный город И я Мои все силы Адам Владимир Васильевич В каком состоянии Вы нашли Состояние Текущее Нашей футбольной базы На которой Предстоит работать И чего Ну такой Схитлингер Чего вам Еще туда хотелось В настоящий момент Мне не хотелось Говорить о том Что в каком состоянии База В каком поле У нас пока Все есть И Значит Задачи Поставлены Не только Я думаю Что по Выходу В ПНФ Но я думаю Что у руководства Есть планы По совершенствованию И инфраструктуры Поэтому Как бы Может быть Этот вопрос Больше не ко мне Пока Значит Всегда Людям хочется Чего-то лучше Но у нас Пока есть Все необходимое Чтобы решать Конкретные задачи Вот этого периода Больше не вопрос А пожелание Вы сказали Что нужно Приводить Команды Премьер Лиги Мы не хотим Командовать Лиги Премьер Мы хотим Чтобы просто Вы побеждали Всех То есть Здесь Неважно Кого Премьер Лига Другая Лига Лига Чемпионов Просто Побеждайте И все Для нас Премьер Лига Субтитры создавал DimaTorzok